Всем привет! С вами я Воватишевский и сейчас хочу поговорить с вами на тему Samsung Galaxy Note и iPad Air. Очень часто сейчас ходят разговоры о том, какой планшет лучше, Air или Note 2014. Но давайте начнем с того, что, к примеру, если бы изначально мы предположили, что этот планшет идеально хорош всем, и этот планшет идеально хорош всем, то есть у него есть свои там у Air, преимущества, особенности и недостатки у Note тоже свои. Вот если бы мы, к примеру, сравнивали по цене, то есть что касается цены на эти устройства, то получается так, что 16-гигабайтная версия Samsung Galaxy Note с 3G, то есть с сотовыми сетями, обходится покупателю приблизительно где-то 7300 гривен, то есть, ну, если в рублях, то умножаем на 4, то есть приблизительно 1 к 4. И что касается Air, то 16-гигабайтная версия с 3G, Air обходится покупателю приблизительно 6350 гривен, что на 1000 гривен дешевле, нежели на цена на Galaxy Note. Что это означает? Это означает то, что Air как бы дешевле, но у Air нет возможности расширения карт памяти, в отличие от Note. И, к примеру, если мы добавим 64 гига памяти, то есть купим SD-карточку на 64 гига, она будет стоить около 600 гривен, то есть, соответственно, стоимость данного планшета будет, ну, грубо говоря, возьмем там плюс-минус какие-то небольшие денежки, 8000 гривен. Ну, по сути, получается, основной памяти здесь где-то 12 плюс 64 доступно, это 78, здесь получится 64, ну, минус основная там память, грубо говоря, 60 гиг, а тут 78 гиг. То Air будет стоить 8100 гривен приблизительно, то есть, ну, где-то по нашему курсу. То есть, получается так, что немножечко дороже обходится Air в комплектации с памятью своей на 64 гигабайта, этот плюс SD-карточку, если докупить на 64 гига, становится дешевле. То есть, базовой комплектации он был дороже, в этой комплектации он дешевле. То есть, получается, грубо говоря, там плюс-минус они на равной цене, с учетом того, что здесь базовая встроенная память достаточно крутая, мощная. Если сюда кидать тоже супер-мощную карту microSD, там самых лучших классов, то она тоже будет стоить немалых денег. Это если считать, что оба планшета хороши, и у каждого есть свои плюсы и минусы и особенности. Что касается ноут, некоторых буквально особенностей, ну, вообще, могу сказать, что по железу, конечно, они совершенно разные. У того и другого планшета хороший дисплей, отличнейший дисплей. Несмотря на то, что у Note пикселизация, как бы, должна быть вообще не видна, потому что разрешение 2560 на 1600, все-таки, как бы, по пикселям мне больше нравится iPad Air, но, кажется, это уже такой нюанс. Экранчик у него здесь действительно хороший, и хорошо, что сюда запихнули не супер-амолед-экран. Далее, из особенностей, у Note есть возможность звонить как по телефону, то есть, представьте себе, да, звонить по планшету как по телефону, ну, нужно просто подключать гарнитуру. И у Note есть стилус, что будет, как бы, с одной стороны полезно людям. Также у Note есть возможность открывать приложение в двух окнах, то есть, пополам два окна, то есть, одновременно два действия. Но у Air есть, к примеру, там какие-то другие преимущества, а конкретно то, что удобная система сама на более, как говорится, слабом железе по сравнению с Note, то есть, тут всего лишь там двухъядерный по 1.4, 1 гига оперативки, в отличие от Note, о котором 3 гига оперативки и 8-миядерный процессор. Работает система просто отлично, и плюс ко всему, все эти приложения, которые есть, они прежде всего появляются чаще всего на iOS и на планшетах и iPhone, то есть, о iPad и iPhone, нежели на Android-устройствах. Некоторые производители просто принципиально предпочитают экосистему Apple. Поэтому оба планшета хороши, прям полное сравнение того и другого планшета я, как бы, не знаю, не вижу смысла делать. В общем-то, я бы остановился, конечно, на Air, то есть, лично, как бы, мои предпочтения на Air, но если бы, к примеру, была возможность брать Samsung с процессором Snapdragon 800, то это весьма неплохое решение для тех людей, которые особо хотят запускать такие явно мощные и серьезные приложения, в частности, те же самые игры. То есть, это да. То есть, на Snapdragon процессор будет более интересен. В общем-то, все. Это вкратце я хотел поделиться с вами небольшим таким сравнением на тему iPad Air и Samsung Galaxy Note 10 2014. Все-таки, наконец-то, Samsung хоть какой-нибудь достойный аппарат выпустил, потому что предыдущий Note вообще был нищебродский. По сравнению с этим. И вот что-то уже, как бы, вырисовывается у Samsung. Поэтому, ребята, пускай стараются. А Apple можем пожелать только, чтобы они тоже не меньше старались и продолжали инновации, как говорится, добавлять свои устройства. А с вами был я, Войтишевский. И это было рассуждение на данную тематику. Спасибо вам за то, что смотрели. Не забудьте подписаться на канал. Красная кнопочка подписаться. Всем пока. До новых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok